салам алейкум доста как у вас дела я надеюсь все очень хорошо и день у вас также как и у меня прошел очень хорошо и неожиданно вот кейс сегодняшнего дня не сомневайся в себе ты сука личность не могу сказать потому что могут смотреть какие-то люди которым этого не стоит знать потому что мне сказали молчать вот так уже много сказал давайте смотреть сериал просто не сомневайтесь в себе двигайте вперед и будьте собой оставайтесь так трейлер игроком довольно таки интересная тема хочу сделать ставку событий номер 75 теннис где он интересно взял эти бабки пятьдесят миллионов это чё на стоп когда так поднимают на правильный стоп я хочу быть свободным деньги это свобода поздравляю с победой да мы уже смотрели так Чтоб самое главное отработали, ясно? Я тхай реке. Не Аким, а золото же прямо. Вот это мне нравится. Вот из-за этого у нас в стране беспредел творится. Мы Богу за вас будем молиться. А вот это мне не нравится. Да, новости есть по Азамату. Ни хрена себе поворот. Кстати, да. И чё, шеф? Чё делать тут? Ты уже смотрел, вот всё говори. Ну что, смотреть будем, что из этого получится. Ну, значит, у них тоже в этом есть интерес. Это хорошо. Получается, мы над Азаматом не работаем уже. Раз он проверен, уже надо теперь Саят и его Жигурмиков проверять. Не-не-не. С Азамата наблюдения не убираем, потому что такое досье грамотно подделать и нам подбросить, знаешь, тоже не очень трудно. Ну, всё, понял. Принял, шеф. Блин, зачем вот ты это сказал, а? Ну нет, Азамат чистый. С Азамат чистый. Я так люблю, когда у нас аппаратки проходят. Почему? Потому что это все так долго очень длится. Они все неинтересные дела решают. А я просто отдыхаю. Ну что ты не любишь? Так что, может, покушаем? Ну нет. Нет-нет. Я же все равно должна на рабочем месте сидеть. Вдруг кто-нибудь придет или кто-нибудь позвонит. Тем более у нас вообще такой, знаешь, кипиш. Этот. Всех поувольняли у нас. Представляешь? Мармеладку. А чего уволили? Да, короче, там у нас Аким приезжает на район. Все начали суетиться, бегают там, что-то увольняют всех. Мне сейчас вообще не интересно. Я вообще не буду знать. Ну, короче, Аким переезжает, и вы сразу работать начали. Ну да? Да, Саят, конечно же, у вас опытный. Но явно ему какой-то ажашка помогает. Поддерживает. Ну, у нас везде так же. Вот только кто он? Ты не знаешь, случайно? Я? Угу. Нет. Тебе вообще зачем? Просто. Если что, я про него статью хочу написать. Про Акимат ваш написать. Да? Да и про тебя написать. Какая-то у меня красивая, заботливая, добрая, милая. Угу. Ты что, Анна, ты такой простой. Ну, ничего. Ну, как я, по-твоему, это все узнаю? Такой глупый ты. Просто, не знаю, мне казалось, что журналисты, они там более такие аккуратные. А ты прям в лоб вот так вот. И что, по-твоему, я тупой, что ли? Да нет. Ты просто, знаешь, как будто какой-то детектив, который вот в американских фильмах, не знаю, бомжи ищет. Дурацкий ракурс. Быстро, быстро, на путь. Знаешь что? Что? По-ходу, я тебе запрещу с Аятом разговаривать. А то у меня вообще никакой самооценки не остается. Жан, я шучу. Так, все, мне пора бежать. Что, уже? Угу. Пока. Пока, пока. Ребята, все, прекращайте, надо работать. Мы не на словах, мы конкретно работать сюда пришли. С Азаматом. Понятно? Потом вот эти ваши тендеры, всякие ваши интриги, движения. Все это забудьте. Этого всего уже не будет. Ясно? Теперь давайте к главному вопросу перейдем. Все вы уже знаете, что, к сожалению, к нам переезжает Аким город. В наш район. Поэтому работаем, как папа Карло, 24 часа в сутки. Если у меня начнутся проблемы, я вас всех нахрен поувольняю здесь. Азамат, конкретно какие проблемы у нас? На самом деле, проблем очень много с Айцем Атвичем. Я вот на днях провел обход на районе. Знаете, мы здесь живем уже 20 лет. За эти 20 лет в мире многое изменилось. А на нашей улице ничего не происходит. Центральной канализации как не было, так и нет. Постоянно то свет отключат, то воду. Вообще, что за условия такие? Да мне кажется, Акимат делает все, чтобы мы чувствовали себя молодыми. Вот и хочет вернуть нас в те времена. За это время даже я на пенсию вышла. Уважаемые граждане, пожалуйста, успокойтесь. Я вас услышал, я возьму под свой контроль все ваши проблемы и решу в самые кратчайшие сроки. Обещаю. Немедленно решить этот вопрос. Лысый, ты давай так помогаем. Понял? Да. Еще один вопрос. По социалке обработать все жалобы. Если мы на своем уровне не решим все эти вопросы, то все жалобы дойдут до Акима. А нам этого не надо, Саяц Аматович. Так ведь? Нам вообще это не надо. Если до того человека дойдет, все, я тебе голову оторву. Любой, кто придет к тебе с какой-то проблемой, сразу решить. Не как вы любите месяц, два тянуть, сразу. Особенно, если многодетные мамы. Понятно? Хорошо. Кстати, по социоразвитию. Здравоохранение в твоей же компетенции. Да, и не только здравоохранение, но и социальное обеспечение, образование. Очень гармин куриручить ему. Значит, плохо ты курируешь. В смысле? Это точно больница? Конечно, Азамат Ирланович. Это новая больница, с самым современным оборудованием. Ну, я вижу, что новая. Я тут заметил, что снаружи у вас есть пару пандусов, а внутри-то нет. А, ну, внутри у нас лифты есть, два пассажирских, два грузовых. Лифты есть у вас. Шеф, лифты есть, но они не работают? Вот. Ладно, другие учреждения. А вот вы, как решаете вопрос с больными на колясках? Ну, как все, санитары больных развозят палатом. Справляемся. Хорошо. А кабинет рентгена у вас где находится? В подвале. В подвале. Я точно уверен, что ваши санитары максимум, что делают, это говорят пациентам. Осторожно, спускайтесь, и все. Вы что тут, проверяете, кто блефует, а кто на самом деле болеет? А, Зикен, привыкли уже все. Пациенты привыкли, санитары. Привыкли. Кабинет ваш где находится? Ну, вот как зайдешь, направо. Конкретнее. На первом этаже. На первом этаже. Тогда делаем так. Вы аппарат рентгена переносите на первый этаж, а ваш кабинет, соответственно, в подвал. Ясно? Как подвал? Вот так вот в подвал. Пациенты привыкли, и вы привыкнете. Не то придется перенести не кабинет, а вас. Заодно похудеете. А вот пандусы надо будет в любом случае сделать. Вопросы. Понятно? До свидания, Азамат Херланович. Честно, я не был в курсе, что там такое допустили. Э, это так ладо отпад, друсталь, пусто не дыши. Я не был в курсе. Что басные в это, джаз, джаз. Что тебе сказали? Дальше что? Кстати, Савец Аматович, на улице Десибаева? Каждый год по 6-7 тонн угля покупаем. Ходим потом все это, сами топим. Хотя мы вот к городу относимся. Это же неправильно, Азамат Херланович. Конечно, неправильно. В Акемат обращались? Обращались. Первым делом туда обратились. Что вам сказали? Сказали с газовиками поговорить. А газовики с нас требуют за это 500 тысяч. 500 тысяч? 500 тысяч? Откуда у нас такие деньги? Вы что, с ума сошли? Это что за сумма? Я не пойму, вы что народ угнетаете? Откуда у них такие деньги? У них в месяц зарплата 100, максимум 150 тысяч. Им что, чтобы газ провести? 5 месяцев голодать? Я вообще не понимаю. Вы не верьте этой статистике, которой говорят 300-400 тысяч средняя зарплата. Савет Саматович, это вообще беспредел. Кто у нас за это отвечает? Наверное, я. Ауза, жабша, что за все отвечает, что ли? Придурок, что ли? Еремек же у нас за это отвечает. А, Татьяна, вы же у нас за это отвечаете. Вы давайте там свои кольца снимите, бриллиантовые. Совесть имейте и лучше газ проведите. Решите мне этот вопрос. Ясно? Мы решим, да. Не слышали? Мы решим. Что там вообще? Давайте, ребят, соберитесь. Все, чтобы работало, как часы, понятно? Если, не дай бог, не дай бог, ребята, ко мне позвонит шеф или еще кто-нибудь, я вам всем яйца оторву. Паша? Давайте на большую аппаратку не опаздывайте. Все, идите. Давай быстрее, а вы, походу, так же медленно работаете. Слушай, Азеке, у тебя сейчас какие планы? Мне надо к ветеранам заехать. Правильно, надо. Я сейчас к инвесторам поеду, деньги надо попросить для многодетных мам. Просьба такая есть. Ну, вдруг нечаянно Аким приедет к тебе домой, а у тебя в падеже жопой воняет. Ты разберись, ты как-нибудь рукав же. Савец Матвич, я решил этот вопрос. Все? Ну, с другой стороны, хорошо, что он переехал. Ну, Аким. Почему хорошо? Ну, зато работать начали. Но то, что я переживаю, места найти не могу, тебе... Плодец, Замарыч, я поехал. Почему все не договариваешься? Брось, я здесь на кашке, сука. Я здесь теперь на нервах буду сидеть. Это не дегенадам, блядь. Нази, я щи, так вот. Как смысл, жара жарят? Как, ну, ну, не ватком, черно? Так, ситуация жопа. Времени нет. Со станы звонят, давят. Доложите мне обстановку на сегодняшний день. Пока у нас по Саяту только информация есть. По Саяту у меня у самого два чемодана компромата. Я его могу хлопнуть в любой момент. Он мне нахрен не нужен. Мне нужен тот, кто стоит за ним. Я вам сколько раз говорил, что, забыли, что ли? Шеф, просто сейчас Саят стал слишком аккуратным. Просто через него тяжело уходить. Да, шеф. Тем более сейчас слух ходит, что Аким гордо переезжает в Ултаусский. Что за слух такой? Не знаю мне об этом, Лязат сказала. Пока еще точно не узнал. Но Лязат тоже не такая уж тупая. Короче, Лязат это отдельная тема. Это слух тоже. Кто пустил, зачем, кому выгодно. Меня это не интересует. Меня напрягает другое. Саят. Чего он такой осторожный? Значит, есть что скрывать? Блин, я министра сажал тут какого-то пацана районного Акима, не могу за жопу схватить. Значит, надо больше прослушек. Шеф, сейчас кажется, эти прослушки не работают. Они постоянно телефоны, номера меняют. Они же знают, что их могут слушать. Ну давай, расскажи мне, как ребенку, очевидные вещи. А то я не знаю, да, что все эти чиновники такие осторожные, телефоны меняют и так далее. Я не про них. У них же есть эти помощники на побегушку, вот эти чугер-меки всякие разные, которые любят хвастаться, с кем они работают. Ты у начальника спецуправления был? Да, я передал им все данные заместителей, помощников. Они сказали, сами отработают все. и установят то, что нужно. Вот, я про это говорю. Они же все эти помощники тупые. Они же любят хвастаться, с кем они работают, кому помогают. Им, дай возможно, они сами все расскажут. Звонками, сообщениями, кому угодно. Родным, друзьям и прочее. Вот, вот кого надо прослушать. Ну вот, начнем, я не знаю, там. Вот, вот, с этого, вот. Да урезан. У него же по лицу видно, что он тупой. Он всех сдаст. Да, да. Шеф Пенгин, сожак там за. Сейчас шеф будет общаться там. Ага. Ну, а уже октабры и барсы надо узаконить. Ты же нашего шефа знаешь, что он любой незаконный, да законный ладон. Ха-ха-ха-ха. Давай, давай, давай. Я тебе потом перезвоню. Ладно, давай, меня ждут там. Кто тебя ждет? Извините, промахнулся. Вообще-то, урна в другой стороне. Ну, чуть-чуть промахнулся, что там. Хан, что в ладон? Плохо. Вот так мы и живем. Что это, Арестон? Ну, живем, это громко сказано. Ага. Не дейси? Ремонт часау грехтим, Ата. Ага. Наверное, лет 10 ничего не делали. Больше. Ну, что ба делаешь? Менің күшім жетпейд. 96-дам ветеран войны. Білеем, Ата? Да. А мен шай койем жювереем. Жё, 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 Ата. Отравернись, эре болмаңыз. Ата, хотел узнать, а вам с Акимата помощь не оказывали, никакую? Кайда, Ага. Все, что делает Акимат, один раз в год 9 мая бумажку приносит. И все. И то в прошлом году забыли про меня. А фонд ветеранов, они не приходят, не навещают вас? Приходят. Шасаймас, гумыктысемас, бить. И так каждый раз. Полом. Мне все кажется, что сейчас он достанет нож и зарежет его. Это же несправедливо. Такой чёрный весь измазан. А вот войну прошёл. Хоть там убивали, всё равно там люди были человечнее, чем эти чиновники. там мы помогали друг другу. Помогали и женщинам, чьи мужья погибли, чьи сыновья погибли. А сейчас что? На меня смотрят, как на попрощайку. Поэтому я уже просить ничего не хочу. А то вы не должны просить. Вам государство само должно помогать. Государство. Может, государство и помогает, но эта помощь до нас не доходит. Отпалам скажи, ради чего я воевал? Вот я смотрю на тебя. Вроде ты порядочный человек. Поэтому хотя бы будь мужиком. Не обманывай. Если помощи не будет, не обещай. Не обещай ничего. Сильный момент. Вот, брат, в реальной жизни Адам Дроз Лайтера не будет. Не дай бог, если Димитрий Семь будет, но им брендчик лак пладу. Понятно? Азанат Риланчич, все нормально? Азанат Риланчич, все нормально? Азанат Риланчич, все нормально? Ни хрена не нормально. Звондан Амирос. Пусть срочно выезжает сюда. Есть. Саке, Ильяс проинформировал тебя о нашей ситуации. Правильно? Да. Слушайте, можно ваш телефон? Не обижайтесь просто. Формальность. Корка, корка, пча шаган. Мешне шполь. Эй, ваш характер. Берегись? Берегись, берегись. Берегись. Че там? Ну, такое дело… В общем, мы построили дом. Он готов. Квартиры продали. Ну, изначально мы разрешение не брали. Потому что дом строили для врачей, учителей. Поэтому нас особо никто не контролировал. Просто единственное, дом стоит на склоне горы. Ну, здесь думать надо. Это проблема. Завтра газ как кипишку, и теперь проблемы будут. Да нет, какие проблемы. Такие дома уже строили и в других районах. Просто это в компетенции твоего района. И на правах Хакима тебе будет проще договориться. И газская, и с архитектурой, с узаконением. Ну, должно быть проблема. Угу. Ну, смотрите. Это все равно надо съездить, посмотреть. И теперь проблемы у меня. Саки, даже если какие-то проблемы появятся, ты их не увидишь. Они тебя тоже. Деньги есть, все решим. Ну, твое дело только узаконить и заработать. Добр. Шеф, разжите. Что там у тебя? Шеф, а вы были правы. Мы зацепку нашли. Этот Даурин проговорился. Теперь мы знаем, кто за кем стоит. Он нас вывел на всех. Ты не переживай. Твое имя фигурировать не будет. Мы частные застройщики, не государственные. Нормально все будет. Ну, как говорится, в нашей стране без связи даже донерку не откроешь. Донерку. Тут надо подумать. Наконец-то первая зацепка. Ему не так много отсталось. Ты не переживай. В течение двух недель зарешится. Чай, кофе. Ты все-таки его перепроверь. В общем, к вам в город. С рабочим визитом. Шо, следующая серия Акима города увидим? Блин, а концовка прям интригующая вообще. Соответственно, из-за этого хотелось посмотреть промо-тизер. Уфа-лан. Вот так нельзя говорить. Так. До сих пор непонятно, кто такой Азамат, чего он хочет. То есть, где он, с кем. Это не... непонятно. Вот. Блин, мне кажется, лезет должна чухнуть, что что-то тут нечистое. Это сложно будет, конечно, потому что она слегка тупенькая. Это я прям вообще очень слегка сказал. Блин, как она вообще расстроится, когда все поймет. Мне кажется, вообще они порвутся. То есть, она вообще расстроится, будет плакать, и он поймет, что он в нее влюбился, и не может без нее. Но они уже не могут быть вместе. Это будет спин-офф. Для взятый этот чувак. Пу-пу-пу. Сайд-самат сделал все за работу. Тоже все круто, круто. Ну, тут в основном, вообще, во втором сезоне, в основном Азамат, конечно. Очень крутой. Классный. Классно решает все дела. Все грамотно, четко. Мне нравится. Вот. Асаке как-то как будто бы просто на втором плане сейчас. Это как, допустим, какой-нибудь исполнитель пригласил на фит другого чувака, и в итоге парт этого чувака выходит слабее, чем гости. Это как вот Мандалорец тоже вот недавно. Книга Боба Фета, тут появляется Мандалорец, и все. Это сериал про Мандалорец. Тут тоже самое. Азамат вообще перетягивает прям вообще всю серию. В основном перетягивал на себя одеяло. Красавчик. Антикор предложили прослушивать других сотрудников и как раз-таки Даурена. О чем вы думали раньше? Почему вы раньше этого не придумали? Вот этого я не понял. Ну, возможно, потому что гениальные мысли всегда приходят потом. Ну и причем так четко выбрали они, Человек, которого будет прослушать. Знаете, что? У меня почему-то в Ютьюбе субтитры супер мелкие стали. Я вообще, мне надо присматриваться. Они сейчас вообще очень низкие, ой, мелкие. Какими они будут потом, я не знаю еще. Они были сначала большие, потом чуть меньше стали, сейчас вообще еще меньше. Я поэтому иногда щурюсь, понять не могу, что там написали. Я не знаю, что делать. В настройках нет этого. Вообще какая-то непонятная фигня. А, ну-ка. Это может я тупой просто? Нет, я не тупой. Я просто не понимаю, почему такие мелкие. А, во, все, нашел. Славу, господи. Да, я тупой. Прошу прощения. Я не знаю, как, но почему-то шрифт уменьшился. Так, и самая сильная, конечно, концовка. Этот момент с дедом, с ветераном. на самом деле, отчего вообще воевали. И, учитывая, где он живет, вообще, это какой-то кошмар, если честно. так быть не должно быть. По-любому решится с ним вопрос. Да и мне кажется, там вообще полно подобных. поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Так, ну и покупка дома. Блин, что-то я боюсь, то, что этот сам все-таки попадется на этом доме. Нельзя ему, короче, им ничего подписывать. не сможет ну не знаю конечно что произойдет но дело прям вот точно как-то повлияет хорошо не зря она появилась и у нас в антикора конец то есть какая-то зацепка под конец только короче стало прям интересно посмотрим что будет дальше я не знал то что их 16 мне казалось 12 будет ой 16 потому что первый сезон точно также был 16 серий но тут у нас 17 я не знаю сколько будет конечно как вам пишите в комментариях ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал если не подписаны спасибо за внимание check it out